друзья такого вы еще не видали сейчас вам будет такой маккульт привет просто рядом со мной победители международной олимпиады по математике вася мокин привет и виктор амельяненко вот но ребята сейчас подробнее расскажут но таких гостей я вот реально не помню может конечно у меня склероз и кто-то из взрослых кто здесь выступал тоже побеждал олимпиады но я вот не могу сейчас помнить в комментариях напомните если это так но в принципе вот мы сейчас будем слушать олимпиадные задачи в исполнении вот самых мастеров а все равно пригласить сюда погони не понимаете чтобы он нам на скрипке играл вот вот так вот ну что расскажите про себя ну так очень кратко да кто когда что победил ну я в 2010 году золотую медаль занял международной олимпиаде по математике я тоже 2010 году и 2009 то есть дважды ездил ваш а еще дважды ездил на я еще дважды ездил на финал 7 си пи си в четырнадцатом пятнадцатом году это студенческая олимпиада по программированию команды тоже всех естественно там отделал тоже золотая медаль вот так вот у ребят есть канал который называется математик сделает лучше и этот канал имеет незаслуженно малое число подписчиков поэтому я не только сейчас предоставляю площадку для того чтобы здесь ребята у нас что-то рассказали я еще каждого из вас призываю подписаться на канал ребят и следить за тем что они делают это очень круто вот ну что носим начинает да сейчас я буду пытаться что-то решать естественно у меня это будет не получаться как правило и постепенно ребята будут сами решения выводить будем на троих пока вот такой первая задача такая вводная у нас есть у нас есть поезд стоит он из нескольких вагонов вон такой странный поезд зацикленный да да такая у нас была когда-то на канале да ну давай повторим давай повторим ну и вот мы стоим в каком-то вагоне вагоне есть в каждом вагоне есть лампочка лампочка она может быть включена либо выключена и мы можем у нас там есть переключатели мы можем заходя в лагон либо включить либо выключить каждую лампочку мы хотим понять какова длина нашего поезда а изначально лампочки мы не знаем как расположена то есть они могут быть как-то включены как-то выключены и но если мы допустим вот попробуем определенную последовательность задать лампочек дальше мы пойдем увидим эту последовательность увидим ее же дамы и непонятно это мы такую последствия задали или она кто-то другой там когда-то был поезде и задал ее такой вот и как понять все-таки длину эту поезд да да эта задача мы ее решили оставить она у нас на канале на самом деле есть но так как она сейчас часть некоторой серии задать то вы решили что ее мы оставим я сейчас быстро напомню решение и так решение такое я нахожусь в начале в некотором вагоне и в нем выключаю выключаю наверное нет включаю свет вот здесь свет горит вот а дальше я дохожу до первой включенной лампочки ее выключаю и считаю какое-то нее было расстояние вот ну допустим вот вот тут горела лампа раз два три четыре выключаю и отправляюсь в обратный путь раз два три четыре если лампочка включена то очевидно что я не замкнул круг что как бы это не та которую я только что выключил то есть это не тот вагон где я сейчас побывал через 4 да кстати там на канале я характерно изображал поэтому гости понятноGece понятно что делать я прошел первой освещенной лампочки выключил ее и прошел ровно 100 шагов обратно ну если я увидел включенный свет понятно что я не не кто-й комнате если он видел выкачивает его понятно потому что как еще четыре туда и выключил 4 обратно только так что нас салибatilla длина поезда, и я ее уже выключил. Ну и все, дальше я просто шагаю снова. Раз, два, три, четыре. Тут уже выключено. Иду дальше. Пять, там шесть, допустим, включена. Снова выключаю, иду шесть назад. Опять. Если включенная, значит еще не дошел до конца. Если выключенная, дошел. Ну и в конце концов в какой-то момент, понятно, конечно, я в реальности просто дойду до своей собственной лампочки. То есть в какой-то момент останется ровно одна включенная лампочка. Это та, с которой я начал. И тогда, когда я дойду до нее и выключу ее, и вернусь назад столько шагов, я увижу выключенную лампочку. И тут я и скажу, сколько длина. Да, это безусловно верное решение. Но давайте посчитаем, сколько хождений между вагонами у нас в худшем случае будет. Вот допустим у нас n всего вагона. Мы садим пополам. Да, ну то есть порядка n квадратных. То есть если мы считаем, нас интересует только порядок, вот какая, ну там, понятно, какой-то многочлен, допустим, нужно будет от n. Ну да. То у нас не только максимально многочлен. То есть порядка n квадратных. Конечно. А что если мы хотим быстрее определить длину поезда? Как быстрее? А можно оставлять в вагонах какие-нибудь следы своего пребывания? Ну только лампочка. Только, да? То есть нельзя написать что-нибудь на стенах. оставить какой-нибудь артефакт. Все, ладно. Извините, все-все, девушки. Вот. Ну короче, значит, только лампочка, да? Да. Так, вот это уже интересно, потому что это уже, это я уже не думал. Ну вот. Да. Существует решение, которое... За сколько? Вот скажи, за сколько я попробовал придумать? Примерно за n. То есть порядка n. Примерно за n? Да. Какой-то коэффициент на n. Ну, типа логарифм. Нет-нет-нет. Не логарифм. Не логарифм от n. То есть коэффициент константа умножить на n. А, Вася, говори, о от n. Ну, в смысле, может, кто-то знает о нотацию? Ну да, думаю, о от n. Хорошо. То есть это называется о от n? Ну да. Ну, я думаю, что наши, в основном, наши знают у вас так как бы. В целом сильные, в основном сильные школьники и сильные любители математики игроков. Ну так. Поэтому о от n, конечно, все знают. Кто не знает, заезжайте сейчас прямо в Википедию и смотрите, что значит о от n. О большой. Если у маленькая от n, то о большой от n. Это асимптотика. Да. Вот. Значит, итак. Что же можно сделать, чтобы бегать в тени n квадрат, да? Ну, идея такая, что давайте порежем будем бегать туда. Да, порежем. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот порежем. А-а-а! То есть я, на самом деле, я включил, ну, я выключил одну и снова продолжаю путь, да? А вот если я уже зациклился, тогда что-то будет неправильное, да? Я слишком много буду бегать, да? Сейчас, значит, да, 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 да. То есть я сейчас. А-а-а-а. Я пытаюсь понять, как мне сделать, чтобы я не пропустил момент, когда лампочка моя. Ну, да? Да, но то есть нам, если у нас очень долго выключены лампочки, то, очевидно, нужно сходить назад, может, мы уже превысили. Ну, в общем, на самом деле решение такое целиком. Мы берем, перебираем степенью двойки. Сначала один, потом два, потом четыре, восемь и так далее. И проверяем, оправдывая лишь, что длина нашего поезда ограничена данной степенью двойки. Ну, например, Василий. Ну да. Как мы это проверяем? Вот здесь вот включили, находимся мы сначала в фонт-вагоне, включили в нем свет. Дальше идем восемь вагонов вперед и везде выключаем свет. Да, да. Вот в этих восьми следующих мы выключили свет. Да. И возвращаемся назад и проверяем. У нас горит все еще лампочки. Да, правильно. И тогда мы можем определить, длина нашего вагона больше восьми или нет. Да, да. А теперь нам нужно, ну, допустим, мы уже определили, что у нас от, ну, скажем, от шестнадцати до тридцати двух. Ну да, двоичный, короче, где-то вот лежит между двумя этими. И вот здесь я на ограниченном. Да, да, да. Давайте тогда пройдем тридцать два вагона, везде выключим свет. Да. Везде выключили свет. Точно у нас во всех выключен свет. Теперь просто включаем свет и идем вперед, насчитывая вагоны, пока не увидим включенный свет. А, и все, да. И все. И все. Да, это будет вот N, да? Да, потому что... Потому что... Между этим и этим. Конечно. Потому что максимум 2N здесь будет. И, значит, да, мы потом пройдем к максимуму 2N. Прекрасно, прекрасно. То есть это симпатически вот N. А до этого все складывается тоже в это же число. Да, потому что сумма этих степенений. Ну, сначала у нас мы один на входе коэффициент, потом два на входе коэффициент 3 и так далее до N. А мы знаем, что сумма вот этой геометрического ряда, она будет ограничена следующей степени двойки. Чудно. Да, действительно, можно заявить. Вот это я, кстати, не думал. Вот. И нас, на самом деле, сейчас будет интересовать в течение нашего цикла задачи, вот сколько действий мы будем совершать. То есть у нас будет цикл, на самом деле, информатика. Да, да, да. То есть это будет вот такая стычка математики и информатики. Как только да, сколько действий, значит это информатика. Это я уже понял. Я уже понял, от мишки, который все время говорит, там, 110 баллов и стадует за вот такую асимптотику. Да, да, да. И так дальше. Вот как раз вот эта нотация, она вот там часто используется. Да. Следующую задачу расскажет Витя, да? О, давай. Теперь давайте порешаем похожую задачу, но только у нас теперь будет не поезда, а книга. Вот у нас есть книга. На каждой странице пронумерована. И при этом на каждой странице написано «Смотри в страницу какую-то». То есть вот у нас есть страницы 1, 2 и так далее, m. И да. Просто любое отображение из этого множества в себя. Да, да, да. Теперь, ну вот предположим, что мы, как мы ходили по поездам, мы бы пошли по книге. То есть вот начали бы с первой… Страницы. С первой страницы, да. И куда-то бы пошли, пошли, пошли. То есть мы берем итерации композиционной степени, да, отображение f на каком-нибудь символе. Например, на 1, да? Да, да. Это я сразу переформулирую. Да, да. И мы в какой-то момент тогда зацепляемся. При этом, возможно, будет предприятие. Да, просто потому что у нас конечное число страниц. Само собой. Да. Значит, нам теперь нужно… А, и вот у нас есть кто-то. Вот Вася, который держит перед собой книгу. Он хочет для… Ладно, ладно. Да. Он хочет для… Как раз для первой страницы узнать длину предпериода, как-нибудь вот там, T0. Да. И длину периода, T. Так. При этом он тоже хочет узнать как можно быстрее. И еще тут важно, что у Васи память довольно ограничена. То есть он может запомнить, типа, какие-то… А, давайте даже так. Что он может делать? Он даже не может запоминать номера, но у него есть какое-то ограниченное число закладок, и он может просто закладку вставить в каком-то месте. Ну или вот просто прям пальцы вставить. Но закладок ограниченное число, то есть книга может быть неограниченого размера, а на закладке у нас нужно, чтобы их было там не больше, чем 100, например. Вот. И как можно быстрее по асимптотике тоже. Мы хотим найти T0 и T. Только асимптотика в зависимости от чего? А, асимптотика в зависимости от T0 и T. Ну, можно, да. Можно асимптотику в зависимости от N, собственно. Ну, потому что, да, у нас есть размер книги. Ну, период может быть гораздо короче N, если как повезло странице, что она быстро, да, началась? Да-да-да. Так, да. Вот тут уже я прям даже и… Не знаю, а сколько границ на количество страниц тоже, да, вот? Есть N, да, какая-то? N. Она задана, да, тоже? Да-да-да. Сейчас, на количество страниц есть N. Нет, на количество памяти. На количество памяти мы можем сами выбрать какое-то число уже по алгоритму. Но это должно быть какое-то… То есть это должно быть от единицы. То есть мы не можем выделять память в зависимости от N. Потому что… Да, то есть мы берем 20, например, объявляем, что память равна 20. Да-да-да. И теперь по N берем асимптотику по N вот от этого вот. Ну, то есть от единицы, что у нас просто ограничены константы. Да. Независимая от N. Ну, вот тут уже я, да, я боюсь, что я не… Какие-то интуитивные идеи, да, надо высказать. Вот какая-то должна быть идея. Какая-нибудь должна быть идея. Ну, может тоже, да, какие-то степени двойки привлекать, да, может быть. Но степени двойки нам все равно нужен логарифм будет в какой-то момент. Степени двойки можно потом попробовать привлечь, чтобы улучшить асимптотику. Сначала, ну, хотя бы какое-нибудь решение можно найти. Какое-то решение, да. Нужно, чтобы… Вот я ограничиваюсь памятью. И что же я, значит, что же я не помню. Я не могу держать в голове, да, больше. Не, ну, простое решение, если мы просто переберем T0 и T. То есть сначала попробуем их перебирать. Сначала 0-0, да, 1-1, там, все маленькие, начиная с маленьких, да? Да-да-да-да, сейчас, и… Сейчас, а как мы будем… Что значит, переберем? Значит, мы идем два шага, потом идем еще… То есть T0 берем, да, T0, потом еще идем T и проверяем, что совпало, да? А, вот так, да? Да, и нам вот так просто мы точно, по крайней мере, найдем, сможем найти какие-то T0 и T, что подходит, да? Да, ну, сейчас, мы, возможно, найдем не эти T0 и T, мы, возможно, найдем… Кратные. Ну, нет, мы найдем больше либо равно чем T0 и кратные T. Ну, то есть нам нужно просто минимальные найти. Например, минимально по T0, а потом по T. Ну, понятно, что если мы просто больше либо равно чем T0 раз пройдемся, то мы уже попадем на цикл, и потом, если мы кратные T пройдемся, то мы попадем в ту же самую точку. Да, естественно. вот теперь ну можно степенями двойки примерно похоже да 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 можно то есть попробовать затянуть это 0 степени двойки и тесты надо или суммарно ты мой пускай 7 степени двойки например вот если мы переберем вот степень двойки м которая больше чем ты 0 и это равно 20 то можно попробовать сначала пройти 20 и как шагов вперед да а потом от него попробовать тоже идти по единичке пока мы не пойдем тоже . ну так же 20 ника еще шагов вперед каждый раз проверяем не попали и дальше идем и смотрим попа пальцы значит мы ага хорошо да значит оказалось что там и т 0 и т оба меньше чем два степеника и дальше можно уже как-то пытаться уменьшить да ну или по например посчитать сколько раз нам потребуется попасть в ту же точку где мы нашли т из какая получается синтетика в результате сейчас но вот мы нашли т пока что за от н не не пока что сейчас у нас получится нормально то есть мы за у от н нашли т точно да и нам остается найти то 0 а это можно кстати вот так делать типа т шагов вперед прошли сначала да а потом идем одновременно двумя одновременно красиво решение вот вот так да и бух да и пошла покойчику и нашли ты мой то есть первый раз а теперь еще мы хотим все-таки избавиться от степеней двоек для этого мы ну просто потому что как не очень красиво но при этом оставить этот точек тоже линейный давайте мы будем перемещаться вот нас будет два пальца который будет как закладки перемещаться при этом один палец будет перемещаться на по одному ребру а этот палец будет перемещаться сразу по двум сейчас чуть-чуть назад каждому шагу а все-таки как то есть как узнать вот ты мой просто вот было и вот так или как нарисовано как узнать вот это вот на предыдущем саде я не очень понял то есть если мы уже узнали т да ну да остановим ну например мы проходим первый первый пальчик оставляем так закладку ну там просто будет такой такой способ узнаете 0 если мы знаем поэтому сейчас мы хотим просто узнать т без не бой так вот если мы нашли т длину цикла как нам найти это 0 да ну можно же просто взять один одну закладку поставить на первую вторую пройти тэш его вперед то если они уже сразу совпали значит нет да конечно а дальше мы пытаемся найти ну вот давайте на примере да ну вот так вот допустим у нас допустим вот так мы узнали что цикл 2 до длинными 2 прошли вот этим два вперед да нет пока пока нет да теперь обоими идем вперед на одну да оп пока нет цикла они не совпали дальше еще раз идем вперед да нет и дальше они не сходятся совпали да то есть здесь будет у него первый прошел допустим x а второй пройдет x плюс t и первый момент когда x будет равен x плюс t очевидно все это будет так просто так ну ладно это уже у нас есть решение дорожные рады уже хорошие асимпатические просто но можно покрасившим делать давайте тоже двумя пальцами ну то есть у нас вот эта часть станет такой же если мы уже нашли т то это 0 мы ищем также тут достаточно красиво как можем найти ты не перебираю до период не перебирая степени двойки для этого опять таки будем двигаться двумя пальцами но при этом ну по по страницам книги но при этом один палец нас будет с каждым шагом двигаться на по одному ребру а второй палец по двум надо на тогда и в какой-то момент они встретятся но даже какой-то момент оба пальца выйдут на цикл и встретиться на вот во первых можно ну можно понять что у нас как минимум через 0 и времени да но тут нужно понять ограничение что через сколько не встретиться что это будет у от n она будет у от n потому что через время это 0 у нас уже оба пальца будут на цикле да и потом через время не больше чем ты они точно встретиться вот а теперь после того как мы встретились нас просто есть . когда про которую мы точно знаешь на на цикле и поэтому можем начать ты да а потом да 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 потом ну да так или и по моему просто даже из предыдущих данных можно будет вытянуть да или если разгонал ты же как бы разгонял или не из предыдущих может не получиться потому что на месте 0 большое это он там сколько-то кругов на каталу да да круто 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 да ты нашел тот факт что ты на цикле отфигачен цикл а красиво а эта задача на самом деле очень известная когда-то видимо давно еще до того как мы школу окончили давали на собеседованиях во всякие google и яндекс и но она стала настолько популярным бояном но теперь уже не будем говорить про книгу дома при этом у нас структура у нас будет структура в виде дерева то есть у нас есть корень дерева который указывает сам себя ну то есть у нас страница написано номер да и вот дальше куда то далее нам на вход подаются две вершины какие-то мы теперь хотим найти их lta наименьший общий предок а мы хотим найти lta для этих двух вершин а при этом ну да вот давайте пока так что мы хотим найти все и для этих двух вершин да это же за у от единицы память но можно сначала подумать как бы не разумно так за неразумное я запускаю из одного из них одновременно ветви во все стороны то есть я вот взял пошел потом пошел уже в обоих направлениях помню то и другое то есть у нас нет по странице информации где написано ее номер да да так но мы запоминаем так ну как бы если у нас есть сколько угодно памяти то понятно что нужно просто одновременно из них двух стартануть и в конце концов просто внести в некотором месте произойдется падение на двух первое сопротивление будет очевидно я просто переписываю а мы раз два три 4 так далее и раз два три 4 так далее ну и в какой момент траектории будут совпадать а я раме сопротивление это явно да а зачем нам когда слишком много памяти зачем нам слишком много памяти нам нужно помнить о том различные ли ну потому что этот может сильно позже оказаться и я не запомнил что он был сильно позже то есть я буду искать я не могу ну что чтобы хранить все все данные мог сюда попасть сразу это через две тысячи лет да 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 ну вот предположим да но предположим что мы просто для этой для этой вершинки дошли до корня да и вот запомнили просто сколько до корня правильно но это можно и вычесть это будет разница между их высотами но почти то есть вот разница между высотами это что же самое что разница между вот этим ну да дошли до корня а дальше просто сравниваем пока не прекратится совпадение обе линии да а вот теперь то же самое но мы можем без бесконечно много памяти мы дошли до корня мы узнали h1 для этой вершинки да и его все и h2 все теперь мы делаем проверяем что h1 на 3 меньше h2 и потом что h2 на 3 меньше h1 и одно из них будет верно а блин нет сейчас жопа ой портюр 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 сейчас ну вот если бы если бы выяснилось что h1 равно h2 как мы можем легко понять где находится просто одновременно шагаем да 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 а если h1 не равно h2 вот надо какую-то не одновременно исключить а мы вначале прошагать столько раз сколько надо из h1 потом когда они совпадут уже фигачить да но вот это уже типа неплохое решение она работает за от количество вершин всего например дереве но за h1 плюс h2 ну да 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 за от h1 плюс h2 но мы теперь хотим найти lc этих двух вершин за от расстояния между этими двумя вершинами то есть мы теперь не можем дойти до корня потому что корень может быть где-то очень далеко вот рассказывает василий ё-моё так как это сделать ну тут примерно та же самая идея то есть мы можем опять же перебирать степень двойки мы хотим h1 плюс h2 оценить и проверить правда ли что допустим h1 плюс h2 меньше чем какая-то очередная степень двойки 20 к ну да ну вот то есть мы перебираем к начинаю с нуля вот очередное перебираем и проверяем вот для него будет проводить нашим грехом или нет а как мы собственно будем делать мы переберем два варианта но перебрав степень двойки мы переберем два варианта пока из них находится ниже на самом деле ну сначала предположим что первая вершинка находится ниже второй ниже имею ввиду вот по нашли и в этом случае пройдем вот этой нижней вершинкой на два степня к шагу вверх так если в какой-то момент мы дошли до корня то уже задача решена понятно там уже оказалось что их высота на самом деле небольшая поэтому все хорошо но вот допустим мы не дошли до корня а вот мы поднялись на какую-то высоту сюда вверх на 20 до единиц тогда мы идем из 2 теперь на те же самые два степня к и каждый момент проверяем а не совпали ли вывод с текущей закладки а просто да и тогда мы как только мы попали в ту же самую вершину мы поймем разницу высот то что здесь ровно степня к здесь ну сколько сколько прошли столько и есть а если не попали то повторяем наоборот да есть не попали наоборот теперь пробегаем может аж 2 на самом деле это и снимали степень к дает себя просто интервал что ты не больше чем за двое то есть по сути если у нас окажется что меньше то все мы точно наш алгоритм найдет общую точку и дальше мы можем найти разницы высот поднялись на роднице высот и дальше идем по краям спалить все и до перебирку перебрав так мы оценим сверху и дальше 20 ну да ну да это уже такое по сути те же самые все идеи что предыдущих ну да 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 идея 2 степени радость двоичные как удвоение удвоение все время на каждом шаге сложности я помню что я в детстве решал такую задачу я решал абсолютно вот я вам сейчас расскажу немножко чтобы как сказать разбавить математизированных я решал такую задачу я ходил а значит по насчет лосиным острову там был забор кремлевской больнице и внутри очень классно было гулять ну естественно нельзя вот ну и там была дырка хорошо известная нашим нашим ребятам шпанья из метра города но и вот через грязь идешь от дома на лыжах и туда пойдешь туда не поймешь все одинаково выглядит абсолютно где ты справа или слева я с самого детства с самого-самого детства я знаю знаю что надо делать шаг сюда два шага сюда четыре шага туда восемь хагов туда шестнадцать туда и в конце концов я соответственно вот то есть этот метод я его сам изобрел да то есть это вот то же самое чтобы получилось синтетически как раз мы еще я чтобы тебе попалось после следующего мы теперь заканчиваем с этим блоком задач где мы скачем каким-то ссылкам и мы теперь обсудим некоторые интересные задачи просто про массив чисел вот но давайте подождем с массивом чисел и легенда задачи то есть у нас есть какое-то здание которое работает по пропускной системе у каждого и у нас у каждого пропуска каждого человека есть ну какой-то номер его типа айдишник и каждый раз когда человек входит он прикладывает это айдишник записывается нам куда-то и когда он выходит прикладывая пропуск это айдишник тоже записывается вот теперь у нас концу дня мы знали что изначально в здании никого не было концу концу дня у нас накопился вот список этих чисел при этом кто-то возможно несколько раз ходил концу дня тоже никого нет вот проблема в том что концу дня мы знаем что какой-то пьяный механик заснул где-то там он находится внутри но но нам но мы не знаем кто это но вот он совсем напился типа куда свой пропуск выкинул да вот нас есть список этих пропусков смысле номеров пропусков и нам нужно найти номер человека который сейчас находится внутри да ну казалось бы просто посмотреть какие номеров встречаются дважды и все а тут есть один раз и нельзя четные и нечетные потому что он мог выходить а потом снова выходить ну да 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 четные и нечетные то есть кто нечетное количество раз прошел тот и список его углу недавно конечно да или что-то да 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 но но тут опять нам нужно от им по времени а вот единица по памяти человека надо в общем insgesamt эту неп madame который говорит а вот это не число пропусков всего кан enquanto число записи ваши에요 а очень married традиционно поэтому число запись оказывается как раз o от количества возможных пропусков мы не можем делать это. Не можем. Да, то есть у нас вот есть n вебси. Ну, в смысле, что вот сейчас мы изобрели решение, мы все перебрали. a1 и так далее. Да. an. Да, то есть у нас было решение за o от n большое. Да. И o от n большое, правда, по памяти. У нас не было решения за o от n маленькое по времени и o от n большое по памяти. Да, но у нас вот единицы по памяти. Да, да, да. Сейчас. Сейчас. Давай начнем с того, что просто перебрать все списки, нечетный, это o большое от количества записей. Нет, это n квадрат. То есть если мы перебираем… Нет, от количества записей. Нет, ну, хорошо. Ну, количество идишников, да, то есть n большое умножить на количество записей. Да, мы избежание путаницы скажи, что n большое. Ну, если… Нет, это ты видел такие отношения, но n – это количество идишников, да? То есть аид – каждая от 1 до n. А это 12 списка. Сейчас, почему именно так? Ну, потому что мы перебираем идишник, да, перебираем идишник и проверяем, сколько раз он тут встречается. А, ну, да. Это нужно по массиву пробежать. Да. Ну, можно, наверное, что делать? Можно брать… Все-таки o от n мы можем просто брать и если есть память бесконечная, то мы можем просто смотреть, когда он сократился. Ну, да, да, да. То есть если бы у нас было o от n большой памяти, то мы могли бы один раз пробежаться и каждый раз хранить там… Хранить информацию, да. Есть он сейчас в здании или нет? Правильно, все верно, да. Да, да. И тогда у нас есть решение за o от n большое по памяти и o от n маленькое по времени. Ну, да. Но нам нужно от единицы по памяти. То есть мы не можем… И от n маленькое по памяти, и это большая. А еще… И от единицы по памяти. То есть от n большого вообще ничего не должно зависеть. А n – это число идишников. То есть нужно только от количества записей. То, что там большинство могут быть на дистанции сидеть, да? Да, да. Или вообще там им выдаются какие-нибудь случайные числа, там, до миллиарда. Так может, нет миллиардов вообще. Ну, да. Да. А сейчас я хотел… Значит, давайте выпишем, какие у нас есть алгоритмы. Вот есть тот, который вы только что обсудили, это o от n маленькое по времени, o от n большое по памяти. Еще… Это то, что вы, по-моему, изначально сказали, что мы можем по каждому одишнику, которые уже стоят, посмотреть… Да. То есть это будет чётно он или нечётно встречается. Да? Нет, по каждому, который уже есть в списке, мы можем посмотреть, правда ли, что он тот, который нечётно встречается. Да, 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 да. Мы знаем, что он ровно один. А тут будет o от единицы. Вот. А мы хотим, на самом деле… Это у нас есть такие. А мы хотим вот тут o от n маленькое и o от единицы. Так. У нас есть информация, что короткая. Да. Там хитрое решение, поэтому… Я начинаю понимать, почему именно прогеры так востребованы в разных конторах, да? Потому что задача поиска нарушителей, иначе будет n квадратный, и от миллиона москвичей там 20 миллионов москвичей, да? Ну, у нас, к сожалению, условия дополнительные, что только один нарушитель. Ну да. Нет, ну, в принципе, уже ясно, что именно такого рода идеи позволяют снизить количество делаемых операций с невозможного до возможного. Фактически. Угу. Ну, можно я ещё одно такое решение тоже простое откажу, которое тут не написано? Да. И у нас есть решение за o от n log n. O от n log n. Времени и o от n памяти. O от n памяти. Ну, это просто элементарно делается. А сортируем массив. Угу. За сколько у нас сортировка? За n log n. Правильно? Да, да, да. Ну, и после этого все одинаковые подряд идут. Мы идём и насчитываем их подряд. Да, ничего. Не забываем. Да? Ага. И вот в настоящих пропускных системах, скорее всего, вот это будет написано. Ну, потому что тут у нас есть условие, что только один нарушитель. И давайте мы расскажем, потому что там просто хитринка, которая на самом деле… Нет, я не понимаю даже в какую сторону начинать думать. Да. Так. Ну что, да. Слушайте все, кто хочет идти работать в PSB и отлавливать нарушителей. Ха-ха-ха-ха. Я бы жутил. Давай. Мы просто воспользуемся оператором побитого XOR. Ух ты. А кого… XOR, который исключающий или. Да. Как называется по-русски? Когда у нас есть две последовательности цифр из единицы нулей, то я делаю, скажите, сложение mod2 в каждом разряде. Все. 1, 1, 1, 0, 1, 0. Вот. Давайте отксорим все числа, все элементы массива. От 1 до an. Что у нас получится? От отксорим все элементы массива. От 1 до an. Ну а 1 и так далее an – это что? Это ждательство. Да, да, да. Ну вот эти номера людей, которые входили либо уходили. А, 0 – это вошел, а 1 – это вышел? То есть… Нет, нет, нет. Это номера. В смысле, это как раз… А. Это номера. Да. И нам… Мы их переворим в двоичку, да? И отксорим всю информацию. Да? Один конумент. Да, да, да. Что это будет? Ну вот сейчас. У нас есть числа. Один, так далее, an. Да. При этом там все значения, кроме одного, встречаются четное количество раз. И одно значение встречается нечетное количество раз. Вот что было бы, если бы там все значения встречались в четное количество раз? А. Ну, все бы заблудилось, потому что они… Да. Ну, пришел и ушел, да? Уходит и выходит. Это неплохо этот пучок, да? Да. А тут, значит, соответственно, где-то встретился этот хрен. О, и все, сумма равна этому хрену. Да. А вы поняли, да, друзья? Офигеть! Вот это да! Да. То есть ты записываешь, они все повторяются, кроме одного, ты заксорил все, и у тебя сумма равна номеру этого хрена, и все. Вот тебе вот. Он хрен. Нет, тут надо сказать, что… Хрен налицо. Хрен вам налицо. Тут надо сказать, что операция XOR, это как это называется, коммутативно? Коммутативно. Ну, то есть можно поменять местами. Да, да. Но это важно, потому что иначе ничего бы не работало. Ну да. Блин. Аберация XOR, конечно, коммутативно. Как смеемся? Слушай. Какая удобная штука, а? Кто ее выдумал? Эту XOR? Фольклор. 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 Да, вот такую задачу тоже в Яндексе давали. Ну, теперь у них не получится ее дать. А О за сколько, значит, получается? О за сколько? Ну, если мы считаем, что XOR делается за вот единицы… Ну, в принципе, да. Мы же по вследствию можем складывать. Все. Ну, да. В компьютере, то есть это одна операция. То есть это фантастика. То это как раз будет OATN по времени. То есть мы все подчередны в XOR. Ну ничего вообще не помним. Да. И помним только вот это одно число. Максимум. Я в шоке. Ну вот это вот… Я в шоке, а? То есть… Поэтому эту задачу и дают в Яндексе на свете. Это идея, наверное, одна из… вот идея вот этого XOR поиска, да? Это, скорее всего, одна из самых… ну вот самых главных идей, да? Которая алгоритма схлопнула очень многие во много раз. Ну, нет. Это на самом деле такая экзотическая идея. Потому что если будет два нарушителя, там будет уже 40 номеров и непонятно, что с ним делать. То есть два нарушителя уже… Да. Ну, нет. Ну, понятно. Кто-то доложил, что есть нарушитель. Скорее всего, он номер один в этой ситуации работает. Да, прикольно. Да. То есть большинство программистов это не знают на самом деле. Потому что… ну… Это очень экзотическая задача. Это очень круто вообще. Кто ним знает, то знает. Игра ним, да? Да, да, да. Он тоже к XOR. Он к XOR. Вот. А теперь другая задача. Тоже похожая. То, что нам теперь нужно не нарушителя, который не счет на это и что нас. А просто того, кто больше всего бейджиком пользовался. Типа… Туда-сюда бегал. Да-да. Туда-сюда бегал в туалет. Не знаю. И он больше… Я больше всех туалет бегал. Больше половины всех записей – его. Да. Это нам известно. Это нам известно, да. Что у одного из них… Да. Больше, больше, чем… Мы подозреваем, что он шпиона, да? По-моему. Да. вот то есть больше половины записи вот как платить за подержи и нам нужно определить кто это есть вот вот пожалуйста они говорят все кроме самате его знают видите нет не все знают что такое положить так ну что значит и так какой-то хрен туда-сюда бегал все принимал задания вредные правительства сначала тупые какие могут могут быть идеи тупого решения ну просто ну нам кажется это очевидно ну то есть что вы посмотрели ну вот же но это дело в том что это решение годится но она не годится как формальное решение да то есть да можно сказать что вот мы глазами сразу увидим но для компьютера ну то есть мы не сможем такое это не годится как программа для компьютера мы сможем какой-то записать ну посмотри просто ну да можно как бы такое наивное решение но посмотри случайные элементы да но если окажется что квантовый алгоритм да 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 если окажется что человек тоже то скорее всего она и кроме того если у нас есть кандидат то мы же его сразу сможем проверить но за пробежав и понять что больше ну это вот почти решение да да но если нам повезет не повезет кандидатом думаю теоретически можем каждый раз проверять вот но это уже почти решение в том смысле что асимптотип ну в смысле мат ожидаемо мат ожидаемо мы можем просто проверять случайного да и и проверять подходит он или нет ну да и тогда ну примерно за асимптотические 80 с вероятностью хотя бы на среднем хотя бы с вероятностью 1 2 мы наткнемся на нужную следующий раз должен хотя бы с вероятностью 1 2 и так далее получается у нас каждый следующий шаг вдвое менее вероятен ну да то что мы не найдем то есть если посчитаем среднем работу программы будет 1 на n плюс 1 2 на n плюс 1 4 на n и так далее это примерно 2n так вот но нам нужно точный алгоритм чтобы он невероятностный а точно чтобы не больше чем потому что в худшем случае бесконечности будет работать в худшем случае если мы каждый раз не натыкаемся на нужную ну а у нас ну а если мы хотим точно чтобы невероятностно ну то n квадрат можно сказать если мы подряд все будем перебирать и проверять то это n квадрат будет по-другому а мы поиск ему от n и есть вот такой трюк то что не должен поиск двух равных рядом не может дать поиск двух равных рядом нет потому что опять же у нас может много быть двух равных рядом но если все остальные а потом пошли все иксы вот тогда мы нескоро до их садо ну вот но вот есть такой трюк есть такой трюк тоже за трюк что же тут может быть за трюк в кармане брюк давайте будем хранить всегда одного кандидата одного кандидата текущего вот идем по массиву вперед да и будем считать 1 кандидата а и будем хранить число сколько сколько он раз встретился ну как минимум будет некоторое число к это будет означать что он ну хотя бы к раз ну то есть не и мы будем хранить максима вот нет тут проблема в том что это сложно описать на самом деле что это за число давайте я просто алгоритм расскажу и потом мы вместе подумаем что это все таки мы хранили тут а то есть есть кандидат у нас а это кандидат да есть к это некоторых баланс 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 это кандидат держим кандидата на балансе кандидат вот опять некоторые баланс кандидат каждый раз когда мы встречаем очередное значение которое равно вот этому то мы баланс увеличиваем ну да ну тогда садим нет 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 1 1 если встретили другого какого-то не из да нет смысле ну не а ну да не дня нет то тогда мы баланс уменьшаем так вот и насчитываем а если у нас баланс стал нулем и точнее точнее нулем если он стал отрицательным да здесь какой то момент у нас уже было а 0 да мы какой то бы встретили б не равны а да то мы заменяем уже кандидата меняем на б то есть уже станет b1 да а вот какого какого именно наберем на тот который встретили который дал нам а 0 да нет 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 вот есть у нас уже было а 0 и сейчас мы встречаем нового который снова не равен а он реабилитировался момент входа в отрицательную зону вместо того кандидата кандидатом и у него делаем баланс 1 можно сказать видимо что если у нас число 0 то на самом деле кандидат не определен то есть и в конце мы говорим просто вот тот который сейчас кандидат тот и встречался больше половины нас да да и да и давайте попробуем это доказать вот это да то есть ты начал с какого угодно этот все равно задавит любого то есть в итоге все равно я бы доказывал так что предположим что в конце не тогда вы тяжел понятия сейчас встречался чаще чем да дальше до этого предыдущий встречался чаще чем предыдущий на своем так можно так можно получать то есть если формально пытаться то вот посмотрим когда он когда он сменил предыдущий кандидата да значит значит он вот на этом участке встречался меньше чем x да ну не реже чем x дальше до этого даже если был x то он то что то он сменился а значит и вот здесь нибудь то есть соответственно как бы а если не x то тоже так он был половина то соответственно остальные монстрами то же мы все время держим того кто локально на отрезке давал ровно вторую да мы можем просто сказать что на каждом предыдущем отрезок каждый дает ровно половину и значит даже если это не x то тогда он тем более еще менее да значит в итоге больше половины все да охренеть очень круто нашли бегуна сортирного побегуна так давайте еще что-нибудь найдем спасибо вот да да и продолжаем такое тоже довольно некий перед задачкой но вот все знают как найти максимальный элемент сессии у нас есть массив один давай и так за сколько время ну за сколько ну за за полную длину конечно берешь сравниваешь и считаешь максимальный если этот больше ну если это считаешь да то есть за это умею а меньше а как если мы какой-то не посмотрим а он может оказаться зараза такая максимальным да то есть тут вообще нечего ну ровно 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 вот сколько вот самое простое решение она вот и можно найти второй по максимуму то есть ну предположим они все различные за сколько можно 2 найти на ну казалось бы как здесь можно сэкономить всех все перебрать надо правильно а нет сейчас нас не асимпатическая оценка то есть потому что да асимпатический даем естественно можно мы находим максимальный да потом его вычеркиваем и находимся и оставшиеся максимальный да у нас получается 2m нас интересует сейчас не асимпатическая оценка а количество сравнений то есть вот допустим допустим этот турнир да и они могут там вот арм рестлинг сразиться друг с другом и можем определить что из них всегда сколько какое минимальное количество боев нам нужно будет организовать что найти максимум понятно что я минус один бой да а вот чтобы найти второй максимум сколько нам придется и нам нет конечно же меньше не может быть а сколько дополнительно да да нам все еще удобнее думать в осимпотиках просто мы хотим не асимпатическую на полное время а вот мы хотим да на добавочное то есть н плюс что-то асимпотика от чего второй максимум второй максимум а сколько у нас памяти и может помнить просто второй максимум ну а как-то ну то есть как бы хранить 2 до 1 2 так ну тогда при каждом следующем допустим допустим то тогда надо его еще во второй раз а это не факт что а3 побеждает 1 сейчас то есть то есть есть текущие максимум там м1 да да и привезли его и новый элемент там пицца я все это время хранил пару а все разные да да все равно вот такую пару из 2 максимума 1 и пришел к это к плюс 1 до ну и казалось бы что я делаю с ним я его сразу а ну тогда два действия до на каждый новый элемент два действия а это очень то есть и получается mtc что-то очень много очень может самая как прокрутить до сейчас так что же можно упростить к питька упростить как тут упростить это дело блин но на самом деле ответ на поверхности потому что более-менее применяется реально в реальных турнирах такая система ну практически похоже да это олимпийская система весь у нас есть олимпийская система сколько ну допустим а сколько в нем будет турниров а вы можете по-другому даже максимум да да можно по-другому и разбиваешься на пары каждый но ты должен все это помнить информации у нас вот и память все память и олимпийской системе загоняем здесь вот эти вот ну понятно что ну и поскольку олимпийская система на вылет то каждый каждый турнир один уходит то есть равно будет n-1 бой чтобы определить ману да конечно а теперь давайте поймем кто может быть вторым даст вот допустим вот этот максимальный пробился наверх вот этот победитель турнира на ну да то может быть так вот этот но но он уже первый ой смысле вот этот вот это может а еще кто-то может ну да конечно может ну каждый раз кто отпадал кто-то может ну вот в этом турнире тот кто отпал вот здесь но который от него только те кто ему приграл если он приграл еще кому-то когда идет на выезд 1 16 германия с италией то это может быть скрытый финал ну как бы мы уже это не узнаем потому что да но дело в том что нам не нужно дальше всех приграть нам нужно только те кто проиграл первым а значит их логарифм отлично отлично получается n плюс асимметрический логарифм даааа ой великолепно слушай великолепно я тут вспоминаю задача про лошадей пятерки лошадей три взвешивания узнать за три раунда погонялся а это я помню это узнать там кого-то узнать я не помню кого тоже не помню задача очень-очень красивая там у вас на канале два первых с одним из этой там какие-то чемпионы но там все-таки было ну так все числа ограниченные были там три что-то лошади да а здесь асимптотика в этом отличие да круто все кто бы вылетали от этого логарифма обалдеть шикарно шикардос так теперь видите да да мы продолжаем поиск чего-то интересного массиве чисел так поехали так вот сейчас немного хитрое будет условие что мы ищем у нас есть как обычно массив чисел да вот предположим что он был бы отсортирован ну то есть вот предположим что мы его сортируем а не давать все число будет все-таки так на один случай меньше будет до предположим что мы бы отсортировали ну то есть на самом деле давайте вот что мы их отсортируем как-то так что мы сохраним индексу то есть вот тут вот а с индексом и 1 до а с индексом и второе и так далее да а сам сам который осуществляет до установка сортировка да теперь мы хотим найти пару соседних такое что разница между ними максимальная то есть мы хотим найти такие и к ты и к плюс 1 до числа вещественные или целые не очень важно а мы хотим найти собственно индекс такие два индекса и к ты 1 так что эти два числа будут соседними после сортировки и при этом ну так не модуль а и к плюс 1 минус а и карты максимально да по памяти не очень важно у нас вот памяти мы хотим как можно быстрее найти то есть нам важно ассимптотика по времени работы ну какая-то очевидная симптотика есть не можем ну перебрал все разности это если бы он был бы сортирован нам нужно вне сортированным найти какие-то два которые которые где-то стоят вот тут нет возможно другом месте так чтобы как если их отсортируют то они были бы с у нас у от n памяти то есть можно просто сортировать за сколько умеет за сколько умеет да завод это делается очевидным но утверждается что это можно сделать заводом то есть сортировать теперь уже нельзя за он можно найти два которые среди всех пар отличается меньше всего да но больше всего больше всего больше до 3 соседних пар больше всего потому что имеешь всего это не делается вот просто два ближайших соседа а но мы не хотели бы вас мучить потому что на самом деле задача ну рассказывается не сложно но вау-вау-вау-вау-вау не сверху не сверх каждой тройке ведение какая их последняя больше может быть как-то надо 1 на 2 3 поймал да и там три конфигурации птичек туда-сюда туда-сюда них отловить среди этих троек претендентов взять и потом я добавляю новый если он сейчас вы тут как можно проверять рассуждение что кажется два ближайших мы не можем найти за от n поэтому есть там симметричное рассуждение ну то есть два ближайших соседа это просто вот это завод им вроде бы да вроде бы не находится поэтому ну я не знаю может находится может мы хотели а мы хотели сказать это сразу непонятно да да мы хотели сказать в начале видео что мы предлагаем людям да каждый раз когда мы говорим условия остановиться порешать но вы остановитесь порешать не можете потому что вы в самом видео но но какой-то вот круг идей воров связан с этой пилой который возникает рассматривать что туда растет и я просто не могу додумать его до конца как встроить новую старую пилу чтобы запомнить только самую большую пару но она может потом быть разбита когда в неё войдет вот тут нужно тут у тебя есть идея вообще в другую сторону то есть обычно когда мы находим максимальные минимальные еще что-то делаем то нам на самом деле не важны сами числа да мы нам важно просто что есть какой-то полный порядок и мы там их сравниваем да да то сравнение только используется на больше меньше да 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 то есть но обычно обычные сравнения происходит между числами то есть как вот вот предыдущие задачи мы турниру строим ну да нам было не важно что это число здесь могу быть именно числа и что нам именно максимум именно поэтому поэтому тоже какие-то идеи с этими возможно не приведут результату лесенки так ну давайте начнем да да у нас слоя занимает всю доску давайте за вот n посчитаем минимальное максимальное число вот нас тут есть минимум и максимум максимальная разница соседних по сортировке какое ограничение снизу будет тогда вот если мы посчитали а плохое x и x это минимум y это массу и вот кроме этих то есть хотя бы столько у нас будет максимальная разница между ближайшими поэтому давайте разобьем все максимально давайте разобьем вот весь отрезок от x до y то есть пусть у нас тут числа были вещественные разобьем весь отрезок от x до y на n бакетов да да ну то есть длина каждого бакета будет нет тут м-1 нам хочется вот заметим что мы знаем вот из того что да из того что эта пара бранится между ней будут хотя бы икрафинцы 1 то есть вот это вот уже строго больше все числа различны то есть x там не равна игре то есть вот это строго больше чем конечно да так да значит один из один из промежутков будет пустой а но один из промежутков это да не почему же ну пустой если смысл внутри там нет 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 они же могут соседних двух находят соседних двух могут на расстояние между ними просто что один промежуток пустой не это не в поиске чего-то ну там что-то может еще попасть непосредственно на границе вот у нас вот это вот пара ближайших может ли она попасть в один бакет но соответственно не может вот то есть мы знаем что эта пара не попадет в один бакет а теперь мы можем это использовать вот посмотрим на эти числа и мы на самом деле про каждое число зная в какой бакет она попала то есть вот ну мы просто берем да это число минус x делим на y минус x домножаем на n да берем целую часть ну это за от 1 за от 1 все физические операции мы считаем что делается от 1 то есть нам нужно что-то вычесть что-то поделить и потом округлить и это все может быть все понял то есть мы за ул от единицы выясняем что один лежит в каком языке и давайте для каждого бакета будем насчитывать минимальное число которое туда попало и максимальное число которое туда попало сейчас так ну либо какой-то бакет возможно пустой либо мы не считаем только одно число так 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 и это мы сделаем за н за от н ну да так ну потому что мы за константы узнали какой бакет попало да и обновили да а теперь заметим что вот есть какой-то бакет попало больше двух чисел то не совсем потому что бакет могло попасть нет не за от н сортировали потому что у нас например все числа кроме вот этих двух могли попасть в один бакет и мы тогда про них не знаю ничего да но что важно это что вот если больше больше бравно двух чисел попала в один бакет то нам на самом деле не важно какие числа стоят между нам не важно в том смысле что никакая пара соседей по таких не подходит да но как мы узнаем здесь кто самый правый самый левый просто максимум минимум обновляем их ах ты блин опять да максимум минимум находится золотым все все понятно все дальше проверяем на границах просто все не совсем на границах но дальше мы просто вот эти вот можем выкинуть ну да 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 и а теперь у нас уже они отсортированы вот если мы выкинем все которые ну то есть ну можно такие тоже проверять потому что такие тоже будут меньше чем на самом деле ответ 6 если мы просто будут есть какой-то между и мы его выкидываем просто выкидываем не рассматриваем то у нас ответ не меняется да нет я имею то что мне нужно вот эти разницы считать вот это мне надо надо да 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 но тут вот это вот только на таких да но тут но это уже вопрос типа если это программирует как проще описать тут суть том что тут же может быть пустой багет мы не хотим вот там ну да ладно можно просто индексом просто считать даже такие родители да понятно понятно да ну либо мы про замечаем чтобы все которые не выкинуто мы уже можем оставаться круто круга в полный рост но что да это у нас завершающая задача ролик завершающий ролик задача у нас получилось там была вначале тема для разогрева да и завершающая задача все еще будет и с тем которым сейчас обсуждаем а именно из найти что найти у нас есть найти что-то массе у нас есть n плюс одно число вот от одного до н так от одного до н есть какие-то целые числа возможно одинаковые 1 и так далее даже 1 и при этом они целы и и да нам нужно найти нам нужно найти какое-то число который повторяется о этой нужно эти давайте сразу сделаем какие-то задач когда точно известно что вот эти повторяющиеся ну то есть не сортируя потому что иначе а ну да и мы можем сортируя но давайте сначала подумаем как можно сделать за у от н до 1 по времени и при этом еще по памяти тоже повторяющиеся повторяющиеся ну да я буду подряд нет это не по квадрат будет так как же найти повторяющиеся число за о от н как же найти повторяю число за от н где он повторяется кого с кем сравнивать здесь но вот если бы сравнивать если мы знали что ровно одно повторяется если вы знали что каждый встречается каждый встречается если вы знали что каждая встречается а одно вот эта идея которая ничего не приводит это ну да да красивая олимпиадная идея но ни к чему не приводит но это дело темного темно но да но не к этой истории чушь делать так бывает это очень я не знаю неприятное ощущение когда ты решаешь задачу когда вот кажется что очевидно что вот в эту сторону что должно быть что давайте намек что пусть ну хорошо да это намек я понимаю нужно их разбивать на кучи пополам да и а давайте на кучи мы разобьем не изначально массив а значение и на какие кучи если это степень двойки можно удобно разбить ну опять же либо на 2 ну можно не особо важно как либо на четный нечетный либо можно просто больше-меньше половину а вот эта идея ну на 2 пусть равны так только не ну на самом деле для не два степняка будет похоже просто так удобно так что же делается вот мы разбили что творится так что это такое так что я делаю да ну вот я делаю что-то ну надо понять просто в какой кучке содержится число повторяющиеся да да ну да да а мы это за сколько можно понять ну я могу число как нет я думал в начале просто все число прогнать один прогнать по всему ряду но это у меня квадрат нет а просто по количеству вот какой кучке встречается чаще то или то ли и там наверняка есть повторяющиеся просто потому что если об tão в он они он да да даada чем о рыда да а потом можем еще раз пробежаться и переписать в новый массив Да, абсолютно. Просто логализуешь на конкретном числе, который повторяется. Ну, чтобы индукция была нормальная, типа, если отсюда, то мы просто записываем. Если оказалось, что у нас вот эта кучка более частая, то мы в новом массиве записываем n пополам плюс один чисел. То есть остальные нам уже не нужны, выкидываем из этого массива, а иначе… Из того. Ну, еще почитаем n пополам. Ну, понятно, да. То есть у нас получается за u at n плюс n пополам плюс так далее, то есть за u at n. Так, то есть тут получилось t, l, n. Ну, ты это как-то проговорил быстро, но тут нужно сказать, что мы действительно делим пополам его каждый раз. Да. И каждый раз делаем за u at n делить на степень веке. Ну, да. И всего все равно получается u at n, конечно, как мы уже знаем, потому что да. Я еще хотел сказать, что… Да, да. И у нас есть еще какое-то решение, вот тут вот единичка, а тут за n квадратное. Ну, да. Да. Вот. А теперь… Сейчас я передам его массив. Ну, это просто я беру… это я просто беру каждое число и прогоняю. Смотрю, не оно и дважды повторяется. Да, да, да. Первое, не низкое, дважды и так далее, да. Да, 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 да. Так. А теперь вот нам нужны n и единичка. Что? И тут сейчас будет фокус. Да. Что надо? Надо не помнить ничего? Да? Да. То есть у нас память суперорганична, мы ничего не можем запомнить, кроме там, ну, может там, сумма на считательство типа того, да? Или как у нас были заплаты. А как вы начнете иногда к массиву? Он же сам по себе уже записывал. А, нет-нет-нет, это у нас внешняя память. Вот эту я никогда не помню. Дополнительно. Здесь у нас внимание информатики закончилось. Сейчас объясню, потому что у нас, ну, вот как в книге, да? У нас есть книга, это внешняя память, это не наша память. Она не у нас в памяти книга. Ее нам дали, да? А у нас есть закладка, вот это наша память или вот пальцы. Когда мы засовываем палец в книгу и вот листаем, да? Вот это наша память настоящая, да? И нам нужно ее минимизировать. То есть, а книга, она дана, типа она никуда не денется, ее нам надо запоминать. Вот это имеется в виду. То есть, это дополнительная память и вот единица. Доп-память. Ага, да. Я хотел немного ворваться в видео до того, как вас начнет рассказывать решение. Вот, вы, наверное, думали, что мы просто для разгона сказали сначала три задачи про книги, там, про какие-то переходы, по ссылкам и так далее. А потом просто начали задачи про поиск что-то в массиве. Ну, скажем так, у меня в голове каша. Но дело в том, что я к программированию отношения не имею, и моя каша нормальная. Может быть, и программисты в ПГ с картинкой слове. Ну, нет. Это какие-то две разные темы. Одна в поиске массива, а другой в скакане по списку. Да. Но, вот, мы вас обманули. Да, да. Потому что, на самом деле, мы можем эту задачу реинтерпретировать. Представлять, что это отображение, вот это, вот это множество, да? Это отображение из, ну, скажите, вот это, вот этот массив является отображением из набора чисел от одного до n плюс 1. Так. В набор чисел из одного и так далее до n. Да. Просто индексы последовательные. Да. А это вот узнаете, это было во второй задаче, да? Там, где у нас был граф, там, где мы… Сейчас. Каждое число ссылалось на какое-то другое. Да. Ну, просто здесь n плюс 1. И нам нужно было найти… Да. Ну, можно добавить. Можно добавить, да. Можно добавить, просто мы знаем, что его нет. И никто не идет. Сейчас. И что же получается, почему повтор — это то, что нам надо? А потому что, ну, вот здесь вы можете найти повтор? Вот в этой картинке. Да. Ну, сейчас… А, подожди. Так. Значит, 1 равно 2, 2 равно 3, а 3 равно 4, а 5 равно 4. Все. Ага. Вот они 2. То есть, вот… Да, да, да. Нам нужно найти точку, на которую ссылается 2. Да. А как нам найти такую точку? Ну, нужно цикл строить, начиная с этого, да, сразу? С первой же, да? Ну, не с первой. В первой может что-то ввести. А, с того, откуда не может ничего ввести, да? Да. То есть, с n плюс 1, да? То есть, если мы начнем с n плюс 1, то точно знаешь, что оно придет не в него же. Не в него же. Значит, оно придет в какую-то другую. А, она будет просто в любом случае уже повтором, да? Да. Она точно будет повтором. Ой, как круто. То есть, мне не надо перебирать их всех. Мне нужно… Просто… n плюс 1, значит. n плюс 1 переходит в n плюс 1. n плюс 1 переходит в a с индексом a n плюс 1. Следующий будет a с индексом a с индексом a n плюс 1. И мы таким образом фигачим, пока мы не сделали повтор. А повтор обязательно будет, потому что в n плюс 1 никто не идет. Ох ты че. Да. Но только мы не сохраняемся числа. А как найти повтор, мы уже обсуждали. Да, ну ничего не надо с Lightning. Просто отсылка к первой задаче. Отсылка к первой задаче. zur задачи. И ничего… Повтор ты не знаешь. …находится в этой последовательности. Вот все. Ключ, ключ. Повтор обязательно находится в этой первой же последовательности. Может где-то еще есть? Ну там точно есть. Вот это гениально, да. Вот это гениально. Повтор находится в последовательности… Я прямо ее выпишу, да? Наше отображение, да? То есть n плюс 1 переходит в a n плюс 1, которое не равно n плюс 1. Это переходит в a n плюс 1, которое уже, может быть, вполне равно a n плюс 1. Ну, замечательно, да. Но дальше понятно, что в конце концов точно будет повтор. a n плюс 1, да. Вот. И вот здесь где-то есть повтор. А повтор это и означает точности два одинаковых числа. Гениально! Ну что, друзья, спасибо огромное, что пришли. Всем маткульт привет! Спасибо, Витя! Спасибо, Василий! Что ж такое у меня в памяти? Еще раз приглашаю всех на канал «Математик сделает лучше» вот сюда. Маткульт, привет! Пока! Спасибо, Витя! Продолжение следует...